Взят с поличным. По подозрению в получении взятки задержан глава администрации Приволжского района Владимир Тихановский. По версии следствия, вечером 12 января чиновник в руки получил от директора приволжский ТЭП 400 тысяч рублей якобы за общее покровительство по службе. Специалисты Следственного комитета возбудили уголовное дело. Преступная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области. В настоящее время подозреваемые в совершении преступления задержаны. Сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области проведены обыски, допросы свидетелей и подозреваемых по уголовному делу иных лиц. Проведен осмотр места происшествия. Владимир Тихановский окончил Ивановский энергетический институт. Трудовую деятельность начинал инженером Наив Торфмаш. Работал замглавой администрации Ивановского района, начальником управления строительства, эксплуатации и архитектуры. Трудился и в департаменте ЖКХ региона. Занимал руководящие должности в коммерческих организациях. На нынешнем посту чиновник чуть больше года. О следственных действиях в отношении главы Приволжского района был осведомлен губернатор Павел Коньков. Конечно, для меня, как для губернатора, задержание крупных чиновников муниципалитетов вещь неприятная. Наверное, если таких задержаний бы не было, мне можно было бы жить спокойно. Но давайте мы спросим сами себя. Если бы никаких задержаний на территории Ивановского региона не было, значило бы это, что коррупции на территории области нет? Нет, это бы не значило. Мы все, включая президента Российской Федерации, считаем, что коррупция – это серьезная проблема в России. И она включает в себя достаточно большую и сложную работу. Следствие продолжается. Стоит заметить, что в тот же день был задержан директор МУП Приволжский ТЭП. Его подозревают в получении от подконтрольной коммерческой организации взятки в 800 тысяч рублей на заключение договоров о поставке мазута. В ближайшее время фигурантам уголовных дел предъявят обвинение. Также будет избрана мера пресечения.